всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine давненько не было прохождение новых путешествий в плане роликов в плане стримов конечно мы много с вами посетили различных интересных мест в нашей солнечной системе а также касаемо ее горизонтов мы побывали даже по моему где-то на краю вселенной собственно в данном ролике мы с вами попробуем на таком космическом аппарате x70b фантом кстати по моему этот класс корабля прямиком попал в наши руки из звездных воинов короче говоря как-то давно на канале были ролики мы путешествовали на нем на пролетали над поверхностью различных планет и сегодня попробуем на нем путешествовать также на различные горизонты собственно если тебе понравилось понравится данное видео обязательно поставь пальчик вверх ну и можешь прямо сейчас поставить пальчик вверх подписаться на канал на пройди в плейлист space engine там много-много крутых путешествий собственно давайте возьмем прямое управление данным кораблем и первое куда сегодня я хочу перелететь сейчас я вам покажу и так берем управление прямое управление кораблем собственно не так все трудно как оказывается на самом деле но это было за кадром посмотрим как оно пойдет в ролике давайте найдем спутник сатурна под названием титан и так направим свой взгляд кораблем на этот спутник сейчас я покажу вам почему он так заинтересовал меня прямо в начале ролика я скачал один мод который нам показывает на какие-то завихрения то ли ураган на титане касаемо его северного и южного полюса так черная дыра земля почему какая-то червоточина а у меня установлен мод по моему на интерстеллар значит нам не в ту сторону давайте развернемся как я понимаю скорее всего наша цель именно там находится мы сделаем гипер прыжок в сторону титана если сейчас все получится конечно могу быть не уверен но попробуем это сделать так червоточина где титан вот он там наш титан и давайте сделаем попробуем по крайней мере сделать прыжок еще раз я беру титан центрируем свое внимание на нем включаем главные двигатели красный давайте даже наверное на сто процентов перегрузка 56 g мне кажется в реальности человека это бы точно бы не смог выдержать мы пролетим с даже где-то рядом с солнцем но у нас достаточно очень мощный корабль который обладает такими материалами через которые не пройдет радиация любая радиация от звезды его ничто не пробьет даже астероида и так давайте делаем гипер прыжок гипер прыжок совершен и собственно через некоторое время мы оказались возле луны сатурна титан я не вижу каких-то завихрений на его южном северном полюсе как было обещано в моде к сожалению на обидно но судя по скриншотам это смотрелось очень классно но по крайней мере отсюда можно наблюдать его знаменитые метановые озера хочется пролететь прямо таки над его поверхностью так давайте включим тогда двигатели еще на полную мощность на сто процентов так сколько у нас до титана так непонятно конечно не показывается расстояние а 5000 километров в принципе нормально принципе нормально наша скорость растет 32 километра в секунду я даже не знаю через сколько мы прибудем туда 37 38 40 километров в секунду давайте как-нибудь горизонтально постараемся входить в атмосферу да конечно наш корабль настолько прочен что он практически выдержит любую перегрузку любое трение но все-таки мало ли я не уверен как быстро мы сближаем с поверхностью обратите внимание видите да невероятно я думаю что скорость немножко надо двигатели будет замедлять но не намного она спала 58 километров в секунду можно включить задние двигатели попробовать будет я надеюсь сейчас мы не шмякнемся об поверхность выравниваемся горизонтально не так быстро не так быстро стой 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 я остановлю я остановлю время иначе я чувствую сейчас мы упадем так выравниваемся горизонтально возьмем горизонт ну и в принципе да можно сказать что мы совершили гиперпрыжок от планеты земля за буквально за какую-то минуту прилетели на спутник титан сатурна обратите внимание видите да это сатурн невероятно хотел бы ты бы путешествовать на такие расстояния на таком корабле которые есть у нас а мы это сделали мы это сделали так ну я теперь даже боюсь запускать время как бы мне не разбиться так двигатели я поставлю наверное еще на 50 процентов ну и что же планируем все хорошо мы не разбились да мы не разбились мы мы летим над поверхностью классно вовремя все-таки я успел запустить по ходу дела задние двигатели это нас много-много во много раз затормозило да конечно чего-то сверх такого прямо интересного мы не увидим на титане надо наверно опускаться я думаю ниже 2600 километров 2600 надо ниже ниже идти на поверхность даже ниже чуть-чуть спускаться 743 метров в секунду это наша скорость нет тут явно не 2000 тут меньше 2 а ну два километра наверно да все правильно 2500 метров простите они километров я ошибся но мы летим над поверхностью смотрите какие-то горы там образование метановые озера внизу да все хорошо видно классно нам это удалось мы летим горизонтально скорость прекрасно и давайте наверное совершим какой-нибудь еще один гипер прыжок а прямо вот кто и звезде либо планеты что это звезда sirius что-нибудь более примечательное давайте раз мы начали это путешествие в нашей солнечной системе то в принципе мы ее здесь и закончим почему бы нам на нашем корабле не совершить гипер прыжок не отправиться к сатурну да я тоже так думаю и так берем управление нашим кораблем сейчас я нацелюсь направлю вот так вот так так я не должен наверно куда-то провалиться отлично так скорость делаю больше в принципе тогда можно разворачивать наш корабль да мы развернем его спокойно это очень легко и прямиком на сатурн все же нет вот так ну приблизительно ну что же делаем гипер прыжок и уже включимся мы рядом с газовым гигантом отлично расстояние сто тридцать и одна тысяча километров но мы-то с вами знаем что для нас это вообще не расстояние давайте попробуем пролететь прямо таки над его кольцами двигателя максимум на 100 перегрузка 55 g сколько нам понадобится для этого времени я честно говоря не знаю но я думаю что сегодня наше новое путешествие запомнится нам надолго гипер прыжок кстати был совершенно спокойно совершен ничего страшного не произошло давайте ускорим маленькое время я думаю самое главное нам не перелететь ни за какие другие горизонты либо не утонуть в пучине этой газовой планеты отлично мы уже почти над кольцами выравниваем корабль время немножко пониже еще чуть ниже но мы знаем что наш корабль выдержит удар любого астроина в кольцах сатурна конечно да камни разного диаметра разного размера начиная с футбольный мяч заканчивая школьным автобусом или каким-нибудь другим большим грузовиком давайте еще чуть чуть быстрее время ну и собственно посмотрите мы прямо над кольцами сатурна прямо в них даже я бы сказал да мы выдерживаем удары так что наш корабль останется целым и невредимым все таки кое-как мне удалось сюда залететь это невероятно как вам такое путешествие если понравилось ждете новых таких путешествий пальчик вверх подписка на канал всем новых открытий и помните друзья космос и вселенная бесконечная и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч